МЕСТО ПОВЕДНИЯ, БОЖЬЯ, ПРЕОПНОЖЕНИЕ, И ЧЕЛОВЕДНО СОВЕДНИЯ Каждый человек по жизни ждет каких-то великих событий, ждет каких-то новых явлений, которые смогли бы человеку помочь в тех или иных вопросах земной жизни. Все общество человеческое от времен, когда Адам и Ева оставили рай, ждали обетованные слова Богом сказанной «Сидевого чрево приимет и родит Сына, и нарекут имя Иисус». Эти слова глубокие по смыслу были для читы Адама и Евы и для всех последующих поколений, которые жили, и даже сегодня некоторые народы ожидают пришествия Мессии. Наш Христоспаситель мира пришел, Он совершил все то, что было предписано. Но некоторые люди, не понимая Слово Божие, искажают Его, мудрствуют по своему лукаву, не зная правды и истины. Но сегодня Господь еще раз, еще раз напоминает кругу божественных служб в этих событиях, которые были и есть до сегодняшнего дня. Рождество Христово или любой праздник у каждого человека в свое время приходит, потому что не все рождены в одно и то же время, не ко всем сердцам касается благодать Святого Духа. Но пришло во времени спасение рода человеческого, и сегодня Святая Церковь воспевает это величайшее событие, которое есть в нашей жизни, в котором мы с вами берем участие. В ней сблаволение Божие предображение, и человек веку спасение проповедание. В Храме Божий ясно дея выявляется, и Христа всем предвозвещает. То и мы велегласно возопиим, радуйся смотрению заждительного исполнения. Отец Небесный непреложный в своих словах и в своих действиях и избирает по сердцу людей, которые творят те или иные чудеса, укрепляя человеческое сердце на жизненном пути. Так и служилось в жизни Бога Отца Иоакима и Анны, которые удостоились великой чести от Бога и величайшей милости. Но ничего не происходит само собой. Человек призван к Богообщению. Человек должен обогатить себя тем образом и благодатью Святого Духа, потому что мы сотворены по образу Сына Божьего Христа Спасителя. Мы ничем не умалены. Он дал свой образ Бога-человека и наградил нас теми качествами, которые ведут ко спасению. Мы имеем не только образ Христа Спасителя, но мы еще имеем божественную часть дуновения Духа Святого. И дунул Бог Дух Жизни. То есть из своей божественной утробы Господь дает человеку эту величайшую радость. А впоследствии Он даст ему и свое причистое тело, и святую кровь, чтобы соединиться со своими детьми. И чтобы мы стали наследниками, чего мы не заслуживаем по достоинству, но по его величайшей милости и по его величайшей любви. Прошло с того времени, больше чуть трех лет, как святые богатцы Акимиана совершают свое желание. Она когда-то молилась, если будет ребенок, она посвятит его на служение Богу. Она не задумывалась, будет сын или дочь. Но она ждала, чтобы было отнято от ее семьи, от ее рода поношение. Потому что семья, которая не имела детей у еврейского народа, была презрена пред людьми. Оно считалось пред ними, что это великие грешники, за что Господь и не дает детей. Человек рождается от родителей. И я вспоминаю одну историю, которая написана на страницах святоотеческой литературы, когда мама пришла к одному старцу и говорит, «Отче, что мне сделать, чтобы мой ребенок имел наследство в Царстве Небесном, чтобы он был членом церкви и сыном божественной любви?» Старец спросил, а сколько вашему ребенку? Родители ответили, девять месяцев. Он вздохнул из глубины души и говорит, «Мама, вы опоздали ровно на 18 месяцев». Человек, который живет Богу угодной жизнью, которого благодать Святого Духа бьет сердце, как источники живой воды, потому что они ходили в заповедях Божьих, как ветхозаветные и новозаветные праведники. И тогда Господь исполняет для нас тайну, что должно произойти в человеческом роде и во всем мире. Мы знаем из уже новозаветных писаний святых отцов, как родился святитель Николай Мерликийский, чудотворец, как прошло рождение святителя Алексея, митрополита Киевского и Московского, как явились в мир преподобный Сергий Радоневский, Ио Упачаевский, Антоний Феодосий Киевский. Насколько они сподобились быть благодатными дарами от Бога на земле. Сколько они принесли в мир радость и утешение. Сколько они спасли людей. Так и стало с Иоакимами Анной. Когда закончился период кормления матерью ребенка, она созывает от рукавиц, которые в возрасте Девы Марии собирают гостей, чтобы они порадовались той радостью, которую имела на то время семья Иоакима и Анны. Они все обустроили по закону церкви. И свечи, и поющие псалмы люди, которые были. И так они пришли в Иерусалимский храм. И никем не поддержима Бога от рукавица Дева Мария была встречена первосвященником на первой ступени, наверху в Иерусалимском храме. И была введенная во святая святых. Куда только раз в год мог войти первосвященник для укоропления жертвенника и святого храма. И там Дева Мария будет проводить свою жизнь до 12 лет, когда придет время спасения человеческого рода. Вот поэтому исполнение смотрений божественной любви к человеческому роду, все начинается с храма. И все должно в жизни человека заканчиваться храмом. Войдя во святая святых, Пречистая Дева Мария не оставляла своего молитвенного правила. Она была научена чтению, она была послушанием у старших людей, которые жили при Иерусалимском храме. Она была собеседницей ангелов и сослужительницей на земле человеческому роду. Потому что Отец Небесный слышал ее молитвы, слышал ее вздохи. А может быть, были и слезы Девы Марии за человеческий род. Потому что когда она прочитала пророка Исаию, где было сказано, что придет время спасения через Деву Марию, и святое предание говорит, она размышляла и думала, «Как бы я хотела быть в этой женщине, жены, последней послушницей, которая спасет человеческий род». И святые отцы говорят, когда она над этим размышляла, ей явился ангел Гавриил и сказал «Радуйся, благодатная Господь с тобою». Эти события, дорогие братья и сестры, дают нам понимание о том, насколько важна молитва родителей. Как мы должны быть зачаты своими родителями для того, чтобы быть достойными детьми и родителей, и неба. Как мы должны быть воспитаны, как мы должны быть научены ценить старших, чти отца и мать, да благу тебе будет и долгоденствие на земле. Это говорится не только о тех родителях, которые нас родили по плоти, но всякий человек, кто старше нас, это наш родитель, потому что они молятся о нас, они просят у Бога милости о мире всего мира. Поэтому мы должны относиться с ним с любовью, потому что они благовествуют нам величайшую радость спасения. Апостол говорит, если бы вы знали, какие золотые ноги тех, кто благовествует вам спасение. И вот сегодня Дева Мария научена первосвященниками. Она научена теми старицами, которые были при Иерусалимском храме. Я думаю, что она видела и праведную Анну, которая впоследствии говорила о Иисусе Христе, что сей лежит на восстании и нападении многих. И она видела и слышала Симеона Богопринца, но, наверное, не могла никогда подумать о том событии, что Господь приготовил для нее и для всего рода человеческого. Поэтому сегодня Святая Церковь начинает петь. Христос рождается, славите Его. И мы, встречая Рождество Христово, проходя рождественский пост, сподобимся, дорогие братья и сестры, этой великой радости увидеть Рождество Христово и быть наследниками Царства Небесного. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok